Ладно, время для следующего челленджа. Ничего себе! Единорог! Я так счастлив! Вау! Сбавь немного обороты. Мне пора найти новую компанию для тусовок. Что ты делаешь, Крис? Эхм, я принцесса Искорка, правительница Радужного Королевства. Ясно. Непривычно тебя таким видеть. Стой! Ты все портишь. Давай крутить колесо! Это так круто! Без рук? Без проблем. Поехали! А я уберу свои за спину. А это неплохая идея. Хм, я думал, будет сложнее. Неплохо! Готово! Что скажешь? Что-то в этом есть. Да что ты понимаешь в искусстве? Я покажу тебе, как нарисовать единорога. Только сверю масштаб. Оу, да. Я всегда проверяю масштаб. Это точно единорог. Что это он делает? Хм, кажется, у меня есть план. Это должно все упростить. Возьмите лист миллиметровой бумаги. И начните рисовать единорога. Сначала он может показаться смешным, но доверьтесь мне. Выглядит неплохо. Когда контур готов, начинайте заполнять середину. Это классный способ рисовать что-либо с множеством деталей. Миллиметровка позволит вам увеличить рисунок. А еще с ней рисовать куда легче. Пора добавить цвет. Вот бы раскрашивать было так просто. Давайте окрасим рог в несколько цветов. Я же говорила, я знаю, что делаю. Вот так. Мой личный единорог. Зацени. Красиво, правда? Как ты это сделала? У моего разноцветная грива. Ты хотя бы попытался. Я знаю. Ну, что теперь? Эй, привет. О, а, ну да. Следующий раунд. Оригами. Оригами? Ладно. Хорошо, что у меня всегда с собой бумага. Шучу, мне принес ее мой дворецкий. Я предпочитаю бумагу, которая чего-то стоит. Но что может быть лучше золота? Пожалуйста. Оу, настоящее золото. Надо поторопиться. Хорошо, была не была. Здесь становится жарко. Оу, она стала золотой. К чему останавливаться? Ага. Ух, о боже. Да, это точно сработало. Чудесно. Муа. Мисс Бетти. Спасибо. Так нечестно. Может, у меня завалялась бумага? Не золото, но сойдет. Вы готовы увидеть магию? Фу. Бумага такая мятая. Очень смешно. Но есть способ все исправить. Главное, вовремя его убрать. Совсем как новое. Подумаешь. У меня есть другие заботы. Сложим осторожно пару раз и... Зацените результат. Теперь отогнем по краям. Пока выглядит странно, но в конце будет круто. Вы уже узнаете? Всего лишь самая красивая девушка в мире. Терпение, окей? Еще несколько линий здесь. И то же самое с этой стороны. Продолжаем загибать и подрисовывать. Ура, готово. Ну, как скажешь. Цвет, пожалуйста. Теперь она может танцевать, видите? Я могу двигать все ее конечности. Я не могу это переплюнуть. А впрочем... Просто загнем сверху и еще раз в обратном направлении. И продолжим до самого низа. Затем нарисуем прямую линию здесь. Дальше пусть она идет вот так. И соединяем, чтобы вышел квадрат. Вы поняли, что это такое? А вот здесь нарисуем маленького кролика. Ну, разве не прелесть? Добавим ему маленького приятеля. Очаровательно, верно? Не забудьте раскрасить. Оранжевый и синий всегда хороши. А теперь наши друзья-зверушки. С цветом они как живые. Последний этап. И опять сложим вот так. Та-да! Получилось! Так сложно выбрать. Но это балерина. Ты побеждаешь. Но как насчет моего милого творения? Идеально! Лиам! Перекус готов! Я знаю, что ты любишь апельсины. Нет. Сперва нужно вымыть руки. Ты знаешь правила? Они чистые, видишь? Эй! Руки! Раковина! Ладно. Просто смешно. Хочешь чистые руки? Пожалуйста. Я хорошо намылил, мам. О-о-о-о! Эта штука такая скользкая. Эй! Никак не могу его поймать. Ну, все. Хватит. Все чисто, окей? Как же есть хочется. Ну, сейчас вернусь. Зайду на минутку. О-о-о! О, нет! Лиам! А-а-а! Что теперь не так? Я чуть головой не ударилась. Ах! Мыло! Что оно здесь делает? У него будто ножки выросли. Ну же, лежи на месте. Минуточку. Кажется, есть идея. 3D-ручка поможет сделать так, чтобы мыло не скользило. Делаем вот такие закорючки. Они помогут удержать мыло на месте. Рисуем их прямо на мыле. Вот так. Но это еще не все. Используем ручку, чтобы раскрасить эту картинку. Мы выбрали единорога. Можно использовать любые цвета. Просто выдавливаем цветной гель вот такими движениями. И вуаля! Единорог готов! Зацените эту чудную мыльницу. Кладем в нее мыло. Умещается идеально. Хорошая работа! Я за тобой слежу. Мне так скучно. Нужно вздремнуть. О, стоп. Я все еще в классе. Время вышло. Сдавайте свои работы. Я не закончил. Я точно не сдам тест. Думаю, будет очередная двойка. Да-да, как-то так. Давайте быстрее. Хорошо. Теперь нужно проставить оценки. Едва держу глаза открытыми. Я с этим закончила. Так весело. А-а-а! Так есть хочется. Я что-нибудь закажу. Алло? Можно мне сделать заказ? Воу, какая быстрая доставка. Ммм, настоящий пир. И все это мое. Еще, хочу еще. О, боже, до чего здорово. Весь день готово есть. Такое жирное и так пачкается. Обожаю. Ах, было просто классно. Упс. Плохо дело. Нужно все убрать. Может, они не заметят? О, у меня есть идея. Сперва вырежем секцию блокнота. Теперь возьму клеевой пистолет. Нанесу клей на блокнот. И приделаю кусок зеленого фетра. Разглажу его, чтобы не было складок. Теперь добавим еще белый и красный фетр. Но это еще не все. Приклею сверху маленькие кусочки черного фетра, расположив их в форме арки. Выглядит отлично. Готово. Получился арбуз. Гораздо интереснее скучного блокнота. Здесь пахнет гамбургерами. Окей, класс. Внимание. Вот ваши отметки за тест. Очень плохо, Алекс. Держи. О, это не мой блокнот. Что происходит? Это наш секрет. Постойте. Эй, это круто. Спасибо. Отлично. Итак, ребята. Банан? Да, пожалуйста. Что это такое? Спасибо. Мой любимый фрукт. Вау. Что это было? Окей, очень круто. Постойте, мы в желтом. А значит, это часть следующего задания. У меня точно получится. Хорошо, что у меня много желтого. Что не так с этой штукой? Ну же. Я знаю, что ты не пустая. Эмма, нет. Упс. Думаю, я слишком сильно надавила. Мой блинчик испорчен. Игрушки антистресса всегда меня успокаивают. К счастью, у меня этой проблемы нет. Клеевая ручка всегда работает отлично. И у меня большой запас желтого клея. Очертания готовы. Начинаем закрашивать. Столько работы. Но мое терпение принесет плоды. Все эти мелкие детали оживляют персонаж. Обещаю, вам будет на что посмотреть. Угадайте, что это такое. Да, это его глаза и очки. Теперь они совсем как настоящие. Мой шедевр завершен. Так мило. Ух ты. Думаю, нужно приступать. Начну с синего. Пожалуй, так будет лучше, верно? О, эти очки такие прикольные. И комбинезон тоже. Не забудем про маленькие ручки. Теперь пора все закрасить. Вы уже видите результат. Прежде чем заняться желтым, используем другие цвета. И вот, наконец-то. В этот раз все чисто и аккуратно. Нужно закрасить лицо, глаза. И почти готово. Всем привет. Ну все, достаточно. Эй, стоп. Объявляем ничью. Значит, мы обе выиграли. Да, да, да. О-оу. Сигнализация. Теперь я здесь главный. Эм, привет. Вот ваш следующий челлендж. Эй, лучше начать рисовать. Задание становится все труднее. Надеюсь, мне удастся с этим справиться. Но мне нельзя чересчур волноваться. Это мешает концентрации. Ну, что это вам напоминает? Хорошо, что у меня полно черной краски. А теперь кроваво-красное. Уже вырисовывается. Закрасим, делая мазки в разных направлениях. Вот, видите? А теперь мелкие детали на маске. Я выбрала символ сердечка. Ну, а как? Это подойдет? Да? Ух, какое облегчение. Давай, Эмма. Ух, уверена, вам понравится этот блинчик. Начнем с кондра толстовки и капюшона. А теперь добавим небольшие детали. Ух, зацените этот красный цвет. Еще немножко и сделано. Му-х, вам нравится? Это ничья. Глазам не верю. У-ху-ху. Эй, что ты делаешь? Ха? А-а-а. Похоже, ему понравилось наше творчество. Что ж, пока. Что случилось? Ну, ладно. Ну что, Китти? Готова увидеть художника в работе? Должно хорошо получиться. Чем больше цветов, тем веселее. Еще несколько оттенков. У меня уже рука устала. Получилось здорово. Или нет? Ничего не выходит. Что там такое? Цвета смешались? Ого! С этим можно работать. Смотрите, какой градиент. Вау! Теперь смешаем нужные цвета. Как будто фломастеры поцеловались. А теперь магия цвета. Интересно, что у меня получится. Веселый разноцветный единорог. Смотрите. Сейчас будет круто. Настоящий радужный единорог. Я даже могу раскрашивать быстрее. Каждая деталь может быть нового цвета. Видите, как получается? Аккуратно с мордочкой. Здорово. Теперь гораздо лучше. Вы согласны? И тогда я сказала ей, что нужно взять себя в руки. Привет, ребята. Вы бы видели выражение ваших лиц. Но перейдем к делу. Пора провести еще один художественный челлендж. Ловите. И как мы должны были их ловить, они полетели в разные стороны. Итак, начинаете рисовать. Но она ведь даже не сказала, что рисовать. Да неважно. Ай. У этого карандаша сломался грифель. Придется взять другой. Этот тоже сломался. Какие-то неправильные карандаши. Я только что сделала маникюр. Я даже не могу их взять. И что нам с этим делать? О, Алекс, взгляни на эти грифели от карандашей. Кажется, их можно использовать. У меня есть классная идея. Просто перевернем руку и засунем эти грифели под ногти. По одному цвету на каждый ноготь. А, это последний. Та-да. Теперь можно попробовать что-нибудь нарисовать. Да, это работает. Я превратил свои пальцы в цветные карандаши. Надо же, как круто получилось. Ногти-карандаши. Кто бы мог подумать. Ну вот, моя картинка готова. Денис, я... Ой, кажется, я вернулась. Ну ладно, посмотрим, что вам удалось нарисовать, пока меня не было. Что ж, это все, что я смог нарисовать этими несчастными карандашами. Что? Это даже не рисунок, Алекс. Это просто три кружочка. А ты, Габи? А я нарисовала маленький парусник в океане. Думаю, это довольно мило. Ты права, это мило. Один балл в твою пользу. Ура, я победила. У меня больше всего баллов. Мам, можно смотреть? С днем рождения. Ура! Спасибо, мам. У меня для тебя кое-что есть. Это правда мне? Ты это заслужила, милая. Ого, интересно, что там? О, как волнительно. Обожаю сюрпризы. Вау! Это что, айпад? Ого! Спасибо, мам. Это так круто. Я очень рада. Люблю тебя, милая. Ммм, у меня есть идея. Сейчас кое-что нарисуем. О, неплохо. Прекрасная бабочка. Ого, это было так просто. Стойте, что происходит? Ого, смотрите, волшебно. Что бы еще нарисовать? Ммм, придумала. Или не стоит? Да, попробуем. Нарисуем большую кучу денег. А теперь ждем. Что-то происходит. Кажется, работает. Ого, сколько денег. Ого-го-го-го. Я богата. Никогда не видела столько деньжищ. Они настоящие. Надо пройтись по магазинам. Но сначала нарисуем еще кое-что. Итак, сделаем легкий набросок. Затем обведем. Теперь нарисуем глаза. Уже очень неплохо. Дальше нарисуем нос и рот. Мне нравится. А теперь туловище. Какая уютная курточка. Я бы тоже от такой не отказалась. Основа готова. Теперь можно поработать над более мелкими деталями. Сделаем логотип на бандане. В виде обычной спирали. Пора добавить цвета. Использую желтый для волос. Мне кажется, ему идет быть блондином. Бандану сделаем синий. Используем разные оттенки синего. Затем добавим теней. Нужно создать контраст. Сделаем металлический эффект. Для кожи возьмем светло-розовый. Затем добавим розовый потемнее под носом и в области ушей. Благодаря айпаду придать рисункам фактурность и реалистичность куда проще. Нужно только искать участки, на которые падает свет. И выбирать разные оттенки. Шею сделаем на тон темнее. Он будет в тени. Добавим больше деталей волосам, чтобы казалось, что они стоят торчком. Теперь приблизим глаза. Наш парень будет голубоглазом. Теперь нарисуем пару черных линий. Выбираем инструмент вырезания. Аккуратно проходимся им вокруг глаз. И век. Теперь уберем цвет. Что дальше? Точно! Одежда! Мне нравится этот цвет. Нужно больше теней. Сделаем это и можно раскрасить остальные части куртки. Возьмем джинсовый оттенок. Это было быстро. Добавим немного черного. Надо выбрать тонкую кисть. Добавим усики, потому что... Почему бы и нет? Раскрасим фон. Кажется, все готово. Ого! Потрясающе! Ну же! Почему так долго? Наконец-то! Ю-ху! Эй, что происходит? Я тебя нарисовала. Оу! Тогда все понятно. В общем, у меня сегодня день рождения. Готовы? Полюбуйтесь-ка на это. Вау, какие бриллианты. Ваш выход. Думаю, у меня получится. Главное, не жалеть красный. Думай, Эшли, думай. У Дженнифер почти готова. Ладно, сделаю, как смогу. Похоже на контуры платья. А теперь рисуем фигуру. Тут вся магия в деталях. А теперь добавим цвета. Эти линии оживляют рисунок. Все словно приходит в движение. Неплохо. Мой рисунок должен победить. Что ж, надо мне помочь. То, что нужно любому платью. Побольше блесток. Ух ты, как красиво. А сейчас загадываем желание. Постой, у меня аллергия. Апфи! Время вышло. Давай, Дженнифер. Разве не прелесть? Очень хорошо. А как насчет моего? Настоящее чудо. Что? Что? Воу, оно блестит. Ты издеваешься? Да, я все сама сделала. Это тебе. Искусство всех объединяет. О, мой маленький букет такой красивый. Что она делает? О, ну да, челлендж. Нарисуйте мне красивый цветочек, как вот этот. Не проблема. Думаю, цветок нарисовать просто. Надо только подготовить нужные краски. Начну с желтой, поскольку она в центре. Рисуем большой круг, и можно его заполнять. А? Что-то не так. О, нет. Моя сковорода не нагревается. Как мне готовить мои творения, если нет источника тепла? Не повезло тебе. Может, блинное искусство не такое уж крутое? Вот почему я предпочитаю творить 3D-ручкой. Впрочем, начинать в центре. Это Лем хорошо придумал. Закрасим этот участок желтым. А затем начнем делать лепестки. Для первого лепестка подойдет красивый фиолетовый. Контур сделан. Можно добавлять цвета. Почему бы не сделать этот цветок ярче? Красный, белый, зеленый, розовый, синий. У каждого лепестка свой оттенок. Ничего себе! Только взгляните, как очаровательно! Но думаю, можно сделать еще милее. Добавим личика. Вот теперь он точно готов. Просто нельзя не влюбиться. Я закончила свой рисунок. Ого, снова так быстро. Что такое с этой глупой сковородкой? О, Лем, похоже, тебе нужна помощь. Одну минутку. Еще немного и включаем сковороду в розетку. Ведь всем таким гаджетам нужно электричество, чтобы нагреться. Работает! Спасибо огромное! Пожалуйста. Но торопись, у тебя почти не осталось времени. О, точно! Так, сделаем центр и займемся лепестками. Круто! Силуэт готов, пора закрашивать. Нужно работать как можно быстрее, чтобы успеть. Вот так. Следующий лепесток будет оранжевый. Бетти была права насчет яркой расцветки. Значит, чтобы у меня был шанс, нужно сделать не хуже. К счастью, у меня есть много теста разных цветов. Теперь нужно доделать центральную часть. Рисуем улыбку и закрашиваем желтым. О, не забыть бы глаза. Хватит двух маленьких точек. А теперь будем готовить. Люблю смотреть на эти пузырики. Отлично, хватит! Подденем его и перевернем. Ну вот, мой цветок тоже готов и ждет оценки. Да, он милый, но не сравнится с моим. Ну же, скажите, кто победил в этот раз? О, вы оба постарались. Но выиграла Бетти. Да, я так и знала! Мой цветок лучший! Начинаем следующий челлендж. О, тут куча красок и спонжики для макияжа. Какие мягкие! Хм, надо проверить макияж. О, мне не помешает немного подкраситься. Ага, мне тоже, Скай. О, смотри, колесо! Гляди, оно остановилось на спонжике. Ура! Будем работать на вот таких длинных холстах. Итак, все готово. Какие условия? Ну вот, в этот раз мы обе рисуем без рук. Приступим! Ау! Моя голова! Оу! Так, надо быть осторожнее. Я взяла немного желтой краски. Теперь наносим ее на холст, стараясь сделать прямую линию. Думаю, я возьму голубой. И начну рисовать с этого края холста. Теперь к желтому надо добавить немного оранжевого. Дальше берем розовый. И раскрашиваем эту часть холста. Мне понадобится цвет морской волны. А это весело, правда, Лекси? Так, вернемся к работе. Зеленый мне понадобится вот здесь. Продолжаем смешивать эти два розовых оттенка. Да, у меня отлично получается эффект амбре. Ого! Какая красота и безмятежность! Ух, я тоже закончила. Это было непросто. Воу! Наши работы такие разные. Ты видела мою картину? Лекси, смотри! Да-да, молодец, Скай. Я просто... Ого! Как ты вообще это сделала? Эм, спасибо. Получилось так, как я себе и представляла. Что ж, теперь я сомневаюсь в своей картине. Слушай, не расстраивайся. Мы можем ее прокачать. Возьмем ромашку. Положим ее на холст цветком вниз. Теперь легонько обмакнем спонжик в белую краску. И нанесем ее по краям лепестков ромашки. Ничего себе! Сделаем еще один элемент вот здесь. Ого, Скай, ты улучшила мою картину. Теперь она мне нравится. Смотри, какие узоры оставили лепестки. Красота. Обращайся. Рада, что смогла помочь. Эм, он собирается давать нам следующий челлендж или нет? Ага. О, гаджет. Поняли? Гаджет? А? О, все ясно. Я знаю, кто тут поможет. О, вот и он. Такой милашка, да? Но сделаем некоторые изменения. Вот, хорошо. Теперь приступим. Иииии, начали. Да, выполняю. Мои глаза меня не обманывают? Да, он просто супер, я знаю. Берись за дело, малыш. Вот, каждому художнику нужно вдохновение. Сможешь изобразить котика? Без проблем. С этой штучкой всегда можно нарисовать идеальный круг. Вы уже поняли, кто это? Дайте ему пару минут, он все сделает. Зацените эти ровные линии. Что такое? Я не одобряю. Вряд ли роботы способны творить. Похоже, способны. Кыш. Кажется, готово. И, разумеется, все безупречно. Вот. Что ж, в эту игру могут играть двое. Мне только нужны формы. Посмотрим. Соберем их вместе. Ииии, отлично. Всего лишь кусок пластика и картинка на телефоне. И вуаля, можно обводить. Очень умно, правда? Находчивость залог успеха. Еще немного. Получается очень мило. Я так думаю. Отстой. Итак, кто победил? Без всяких сомнений, Наоми. Не может быть. Оказывается, креатив и впрямь полезен. Дурацкий робот. Тебе место на помойке, слышишь? Нет. Тебе место на помойке. Что? Ты нарисовал это для меня? Думаешь, это смешно? Техника сегодня меня подвела. Скучаете? Что ж, тогда следующий раунд. Поппи плейтайм? О, с этим я разберусь. И моего чудесного теста точно хватит. Хорошо, займемся творчеством. Желтый контур готов. Теперь возьмем красное тесто. Даже простую форму начинаем с контура. Чтобы потом можно было закрасить. Вот, смотрите. В противном случае тесто растечется повсюду. Нам это не нужно. Так картинку не сделать. Получится лишь красочная мешанина из теста. Дальше сделаем глаза. Начну с маленьких черных точек. А затем добавим зеленые точки сверху и снизу. Выглядит отлично. Дадим немного запечься. Почти как настоящий блинчик. Хорошо, эта сторона готова. Время перевернуть. Вот так. Замечательно. Дело сделано. Он отлично поджарился. О, вау. Мне очень нравится. А что у Бетти? О, не буду давать чайные официанту. Что такое? Эй, проснись. А? Что? Я не сплю. О, когда он успел все закончить. Давай, Дживз, кыш отсюда. Мне нужно сделать лучше, чем у Лиама. Ну ладно, 3D-ручка. За работу. Начинаем творить. Как всегда, начну с черного силуэта. Это будут глаза. Закрасим их. Теперь добавим цвета и будем закрашивать остальное. Переходим на фиолетовый, а затем на розовый. Добавим немного красного и немного белого сверху. Пиджей готов. Такой милашка. А вот и моя работа. Нет сомнений, она круче. Подумаешь. Ничего особенного. Кролик Банни рулит. Ах, побеждает всем. Вот так-то, Бетти. Похоже, я снова лучший. Я рада быть здесь. Какое у нас задание? Кто бы мог подумать, что здесь такой вкусный чай. Посмотри. Ого, какие они все красивые. И яркие. Ничего подобного не видела. Это точно. Как они летят против ветра. Красота. Они мне очень-очень нравятся. Хм, кажется, чай испортился. Меня сейчас тошнит. О, а мы о них так хорошо отзывались. Бажечки, не везет так не везет. Чего вы смеетесь? На вас тоже накакали. А? О чем ты говоришь? О, нет. Я же пила из этой чашки. Ну, дела. Мне почему-то все равно смешно. Почему вы смеетесь? Целых два раза. Минуточку. У меня есть идея. О, белый холст не подойдет. Вот так. Стало гораздо лучше. Теперь мне нужен мел. Нарисуем цифру два. Она меня вдохновила. Теперь еще одну. Две двойки. Это наша основа. Здесь нарисуем волны и прямую линию. А здесь нарисуем перья. Это будет крыло. И не забудем милый глазик. Ну и, конечно же, нужен клюв. А теперь идея для мела. Затирка. Фу, какая гадость. За что мне все это? И картина готова. Посмотри на мою работу. Думаю, мой попугай великолепно получился. Ого, мне он нравится. Нет. Да вы издеваетесь. Я очередь вращать колесо. Стой. Что? Ну ладно. Только сделай все правильно. Собака. Это должно быть не так сложно. Ты что, хотела меня напугать? С этим я справлюсь. Так, собака. С чего бы начать? Хорошо, что я люблю животных. Сначала нарисую круг. Что теперь? Хм. Что же дальше? Что она там делает? Разве это собака? Придумала. Нарисую пару маленьких кружочков. Думаю, достаточно. Теперь нарисую два полукруга. Добавлю носик и глазки. И дорисую пару деталей. Еще ей нужен хвостик. Готово. Милая собачка. Как здорово. Ха, видали? Как ты это сделала? Довольно умно. А у вас что получилось? Что ж, помни, что искусство субъективно. Если прищуриться, то это вроде похоже на собаку. О, сурово. Посмотрим, кто победил. Вау, вы только посмотрите. Я так счастлива. Я выиграла собаку? Мне бы так хотелось пушистика. Хм. В чем дело? И это все? Миленький. Но я бы предпочла настоящего. Я его возьму. Забирайте. Что бы вы предпочли? Блинчики или 3D-ручку? Дайте знать в комментариях. Не забудьте поделиться видео с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе всех новинок. Можно нам уже домой? Да, урок кончился. Пошли отсюда. Хочешь, потусуемся вечером? Так, надо здесь убрать. Эти дети так мусорят. Только поглядите, им на все наплевать. Вот так. Смотрится неплохо. Эти пятна хуже всего. Ах, и опять отличная работа. Где же она? Я помню, что оставила на столе. Что-то случилось? У меня на столе была мягкая игрушка. Вы ее видели? Это моя любимая. Прости, я ее не видел. Теперь нужно пройти с шваброй. Как может быть столько мусора от одного ребенка? Все в ведро. Это им будет уроком. Какой хлам. Кажется, теперь все. Выбросим на помойку. Прекрасно. Думаю, она в мусорном баке. Ладно. Возможно, я могу что-то сделать. Эта губка может пригодиться. Хотите, чтобы я помогла вам? Для начала разомнем кусок полимерной глины. Теперь расплющим его куском стекла, чтобы он был одинаковой толщины. Вырежем небольшой кусок губки и поместим в центр глины. Теперь изогнем края. Нужно полностью закрыть губку. И снова пригладим с помощью стекла. Получится аккуратный гладкий кубик. Хорошо. Теперь включим креатив. Нарисуем на глине лицо. Пусть у него будет широкая улыбка. И сделаем еще персонажей. Они такие мягкие, их приятно нажимать. Вот это для тебя. Вау. До чего классно. Ого. Мне так нравится. Спасибо. Ох, да ладно. Не за что. Эй, минутку. Мой пол. Мой блестящий чистый пол. В этом раунде вы должны нарисовать акулу. Думаю, это будет легко. Хм, розовую акулу или синюю? Мне надоело проигрывать Лему. Джейпс, мои принадлежности. Нет. Точно не этот гигантский карандаш. О, эта 3D-ручка покрыта стразами. Бетти полностью отвлеклась на блестяшки. Она даже не заметит, как к ней подберется мой динозавр. О, я обожаю драгоценности. А? Что такое? А-а-а! Спасайся, кто может! А-а-а! Ты реально купилась, Бетти. Молодец, мистер Терекс. Это было совсем не смешно. Ох, он невыносим. Секундочку. Кажется, это натолкнуло меня на идею. Нужно только незаметно поработать пальцами. Есть. Мне пригодится этот синий цвет. А теперь отплачу ему за его розыгрыш. Упси. Эй, Бетти, отдай мою синюю краску. О, это твоё? Извини. Вот, пожалуйста. Проехали. Нажимаем. О-о-о-о! О-о-о! Что это было? А-а-а! Попался, Лем! Это будет тебе уроком. А теперь пора заняться рисунком. Хорошо, что у меня есть моя синяя краска. Идеально подходит акулам. Думаю, на этот раз закончу силуэт. По ходу работы попробую новый метод. Может быть, это поможет выиграть. Итак, большая половина акулы готова. Но ей требуется нос. Как иначе она будет нюхать? И глаза, конечно. Ей нужно видеть всё вокруг. Кажется, у меня готова. Моя акула такая очаровашка. Хорошо, я готова показать вам мою акулу. О, надо же, так быстро. Что ж, мне не терпится посмотреть. Что такое? Бетти уже сделала свою акулу? Мне нужно действовать. О, но только не синим. Давайте сделаем розовую акулу. Акулу-мамочку. Всё в порядке. У мамочки акулы тоже большие зубы. Она такая же милая и опасная. Только розовая. Итак, её контуры почти готовы. Теперь нужен белый цвет. Закрасим им вот это пространство. Я также оставил место для её бантика и для лица. Готово. Осталось только испечь. Пахнет изумительно. Вот так. Можно доставать. Та-да. Встречайте чудесную мамочку акулу. Ну и что? Ты по-любому скопировал мой дизайн. Выберите меня в этот раз. Я первой закончила. О боже, такого трудного выбора ещё не было. У нас тут розовая акула и синяя акула. Ладно. В этот раз я выбираю тебя, Бетти. Да. Наконец-то я выиграла. Этот урок такой скучный. Я проголодался. Эй, это классика юмора. Мэдисон, не отвлекайся. Особенно, когда я шучу. Я кое-что придумал как раз для такой ситуации. О, здрасте, сэр. Отличный урок. Эм, что это? Как здорово. И как я раньше не знала об этом. Ты выглядишь так смешно. Ненавижу этот урок. Этот цвет тебе идёт? Мне нравится. С чего бы мне начать? Оу, это выглядит неплохо. Ммм, пахнет вкусно. Ещё. Упс. О, просто потрясающе. Наконец-то я дома. Где мои ключи? Эх, ничего. Венди должна быть дома. Ну, чего она там возится? Венди, ты дома? О, да. Ю-ху. О, моя голова. Больно. Что это за шум? Впусти меня, Венди. О, нет. Какой беспорядок. Мама разозлится. Надо всё тут убрать. А, а где вторая часть швабры? Ммм, что же мне делать? Стойте. Я могу использовать носки. Натяну их на швабру. И с другой стороны тоже. Самодельная швабра. Я гений. Теперь надо убраться. Вау, это просто великая идея. О, привет, мам. Заходи. Как прошёл твой день? Хмм. Что здесь происходит? Ты присядь. Расслабься. Пронесло. Как чисто. Даже как-то чересчур. Стоп. А это что? Эм, ничего. Я на что-то села. Пустая пачка чипсов? Эм, и откуда она там? Пока. А ну, вернись. Ты такой симпатичный. Эй, Луна, отлично выглядишь. Это так неловко. И так раздражает. Ну всё, вы двое меня достали. Вау, успокойся. Хм, есть идея. Я знаю, как говорить с Кивином, не раздражая Шерил. Сперва я наклею на блокнот скотч. Хорошо. Теперь вырежем квадрат из этой губки. Вот так. Нанесём немного клея. И этого хватит. Приклеим кусок губки к маркеру и напишем сообщение Кевину. Готово. Эй, передай это Кевину. Держи. Это тебе. Здорово. Мне надо ответить. Чем этот метод лучше, а? Я скажу учительнице, мисс. Я это возьму. Надо стереть сообщение. Не могу дождаться вечера. Дай сюда. Мисс, посмотрите. Да, Шерил. Смотрите, они обмениваются записками. Но здесь была переписка. Не отвлекай меня, Шерил. Тут была записка. Я её видела. О нет, мой тест. Плохие дела. Нет. Увидимся после школы. Скорей бы. Нужно только скрепить бумаги, и домашняя работа готова. Это даже весело. А? Наверное, заклинило. Упс. Нет. Это может стать проблемой. Вот так. Готово. Можно отдохнуть. Дурацкие скрепки. Аааа. Дурацкие скрепки. О, это будет больно. О, нет. Теперь это место преступления. Сиди тут. Окей. Никакой прессы. Идите отсюда. Дэвид. Ла-ла-ла. О, да. Дэвид. Нет. Отличная чашечка кофе. Надеюсь, получится. Откуда это взялось? Тут надпись. Сигнал СОС. В чем дело? Что это? Ха. Скрепки? Здесь выручит футляр от наушников. Соберу все скрепки. Вот таким образом. Кажется, все собрал. Спасибо. Погоди. Ты знала, что сегодня тест? Псс. Что это за странный парень? У меня есть то, что вам нужно. Математика, английский и большой выбор. Убедил. Оплата вперед. Ну, конечно. Посмотрим, что у меня есть. Думаю, этого хватит. Держи. Это стильные ответы всегда под рукой. Вау, как здорово. Спасибо. И еще один довольный покупатель. Привет. Вы мне поможете? Со стилем? Я же не волшебник. Я так волнуюсь. Это самый умный ластик на рынке. Помогает в учебе. Мне тоже нужно купить ответы. У меня еще оставались конфеты. На это много не купишь. Извините. Что у вас есть на это? Ха-ха. Очень смешно. Отойди. А я покатился дальше. Можно было просто уйти. Отлично. И что мне теперь делать? Минуточку. У меня идея. Стоит попробовать. Надеваем чехол на экран. И теперь можно листать ответы. Я готова. Только попробуйте списывать. Не на моем уроке. Это лучше спрятать. Посмотрим, что скажет сканер. Это плохо кончится. Я так и знала. Шпаргалка. На ластике. Это возмутительно. Надо носить эту шляпу на все экзамены. А тут что происходит? Этот сканер не обмануть. Спрятал ответы под шляпой? Ох, черт. Пока все хорошо. Ох, учительница идет. Я знаю, что найду тебе шпаргалки. Пожалуйста, не пикай. А, сломался что ли? Я просто не списываю, мисс. Какая молодец. Я сдаюсь. Ах, сколько отища. Я стараюсь не отвлекаться. Так интересно. Вот, все записи готовы. Ты такая заучка. Я в этом ничего не понимаю. Кто может ответить? Дженнифер? А, неважно. Венди? О, хорошо. Спасибо. Это мой шанс. О, этого я не знала. Стойте. О, нет. Это катастрофа. Я испачкала тетрадь Венди. Она узнает, что я у нее списывала. Если только я не смогу это скрыть. Перепишу ее работу в заднюю часть тетради. Она никогда не заметит. Чем она там опять занята? Уж точно не классной работой. Вот так. Последний штрих. Надо нарисовать дурацкий круг. Эм, надо было быть внимательнее на уроках рисования. Что происходит? Она что, занимается? Обведу ролик скотча. У меня получится идеальный круг. Или нет? На это больно смотреть. Продолжай, Венди. О, придумала. Воспользуюсь монеткой. Аккуратно. Но почему это так сложно? Это же всего лишь круг. Что еще я могу использовать? Хм, может ножницы? Думаю, это сработает. Стоит попробовать. Положу ножницы на стол. И нанесу клей на одну из ручек. Затем приклею к ней карандаш. Вроде прочно. Теперь я могу нарисовать идеальный круг. Ножницы выполняют роль циркуля. Мне надо просто их покрутить. Получилось. Наконец-то. Спасибо. Молодец, Венди. Дженнифер. И к чему утруждаться? Это было весело. Надеюсь, она не заметит. Стоп. Этого не может быть. О, нет. Она догадалась. На моей странице пыль. Хорошо, что у меня есть циркуль для черчения. Да вы издеваетесь. Но. Ну, что ж. Я же говорю, что ненавижу этот урок. Обожаю уроки рисования. Итак, сегодня мы будем рисовать кошку. Смотрите, какая милая мордочка. Начинаем. О, это трудно. Вот ее хвост. Получилось так себе. Готово. Простите, я торопилась. Что? Невероятно. Худший день в моей жизни. Дай сюда. О, для тебя что угодно. Есть идея. Это может сработать. Обернем ручки резинкой. И вот здесь тоже. Теперь можно обвести рисунок из учебника. Получается. Просто надо повторять линии. Идеальная копия. Вау. Смотрится круто. Отпад. Очень хорошо, Шерилл. Спасибо. Ничего сложного. Четверка? Как всегда, прекрасно, Луна. Пять с плюсом. Ты это заслужила. Спасибо. О нет, он все еще печатает. Хватит. Что? Ничего особенного. Ненавижу рисование. Как вы видите, эта картина выполнена в божественных цветах. Они напоминают о летних ночах и жарких соблазнах. Ну что, готовы начинать? Приступим. Не волнуйтесь, дети, я в порядке. Иногда искусство требует жертв. Только и всего. Возвращайтесь к своим мольбертам. Если будут вопросы, я здесь. Ну ладно, я готова создать свою картину. Прекрасно, мне нравятся эти цвета. Мне нужно еще больше фломастеров. Фломастеры. Дайте мне фломастеры. Больше. И эти, и эти тоже. Да, вот что мне нужно. Прекрасно. Да, вот такое вдохновение я и хочу видеть на уроках. Кажется, этот фломастер закончился. Возьму другой. А, куда они подевались? Эй, она их все себе захапала. Ну а мне что прикажете делать? И здесь еще этот цвет добавим. Да, шедевр. Это просто смешно. Ну и как мне рисовать без фломастеров? Хм, погодите-ка. У меня есть идея. Сейчас. Обожаю эти маленькие раскраски. Нужно пробраться сюда. Они мне нужны. Наверное, послышалось. А куда делись мои ватные палочки? У меня уши чешутся. О нет. О нет. Подожди. Успокойся. Все будет хорошо. Ну вот. У меня есть запасные. Все в порядке. Отлично. Первая часть моего плана удалась. Теперь приступаем к работе. Нужно обернуть ватную палочку тонкой бумагой. Полностью. А теперь возьмем декоративный скотч. О, мне так нравится этот фиолетовый горошек. Такой милый. Просто обернем палочку скотчем. Выглядит потрясающе. А теперь нам нужен краситель. Например, пищевой. Окунем в него в ватную палочку. Проверим, что у нас получилось. Моя картина спасена, но нужно сделать все цвета радуги. Ладно, вернемся к работе. Привет, картиночка. Я по тебе скучала. Теперь у меня есть много цветов. Я самый гениальный художник в мире. Готово. Это просто шедевр. Ну, хорошо, ребята. Давайте посмотрим, что вы нарисовали сегодня. Вот моя картина. Она прекрасна. Я изобразила страх, который испытывает человек, стоящий на темной лестничной клетке. Хм, ладно. Надо рассмотреть детали. Хорошо, хорошо. Вижу, что ты использовала здесь синий цвет и оранжевые блики. Хм, хорошо. А здесь у нас куча штрихов. Ау, а это что? Откуда взялись эти палочки для рисования? Прекрасно. Какое чудо. Отличная работа, моя дорогая. Я одолжу одну штучку, если ты не против. О, конечно, без проблем. Ага, точно. Я ведь делала записи в журнале. Ааа, божечки. Что же я делаю? Мне скучно. Здрасте. Бонжер, попробуй нарисовать вот это. Статую? Да, покажи себя. Ладно, без проблем. Это я могу. Приступим. Рот не получился. Я еще не закончила. Нет, начни сначала. Легко критиковать. Сотру вот эту часть. Попробуй еще раз. Кажется, неплохо. Хоть на стену вешай. Оу, слишком близко. Вот здесь плохо. Ладно. Разве искусств не относительно? Сейчас-то должно получиться. Теперь похоже. Что опять? Начни сначала. Да вы издеваетесь. Мой ластик. Закончился. Придумала. И что же? Здесь должно быть что-то подходящее. Это же для уборки, да? Должно быть щекотно. Ну же. А это откуда? Бесполезно. Это должно сработать. Очень креативно. Ого. Первый раз такое вижу. Еще одна попытка. Что скажете? Посмотри поближе. Пожалуйста. О, понятно. Ага. Нужно сверить со статуи. Интересно. Мне страшно. Думаю, нужно поставить оценку. Очень непросто. Поверить в это не могу. Пять с плюсом. Замечательно. Луна. Не делай так больше. Привет. Давай, иди сюда. Я тут домашку делаю. Ладно. А я буду рисовать. Хорошо. Вау, как красиво. Это домик. Я почти закончила. И я. Смотри, Луна. Что ты делаешь? О-оу. Это не я. Все тетради изрисовала. Прости. Ну, красиво же. Все испорчено. Только посмотри. Что же делать? А это может сработать. Похоже, пора спрятать эти шедевры. Сначала положите на тетрадь лист бумаги. Затем фломастерами нарисуйте узор. Используйте разные цвета, чтобы было еще красивее. Смотрится хорошо, но это еще не все. Затем берем пакет. И наливаем в него чернила. Только не пролейте. Когда будет готово, запечатайте пакет и положите его на блокнот. Распределите чернила. Возьмите фетр и сделайте бортики для блокнота. Приклейте и веселитесь. Это отлично займет время, когда скучно. Какая крутая идея. Я ничего не делаю, правда. Эй, все в порядке. Смотри, это мне? Да, конечно. У-у-у, как весело. Смотри, получаются классные фигуры. Спасибо, Луна. Ну, давай же. Кажется, у меня слишком много всего в шкафчике. Пожалуйста, закрывайся. Почти. Наконец-то. Я думала, уже никогда не... Ай! Спать хочется. Шкафчик Шерил открыт. Странно. Шерил, ты в порядке? Шерил, очнись. Мамочка, я не хочу идти в школу. Ей надо помочь. Но как? Кажется, этот пакетик пригодится. И этот магнит. Может сработать. Помещаем пакет в шкафчик и закрепляем магнитом. Сделаем тоже с другой стороны. Вот так. Хорошо. А теперь заполню пакеты вещами Шерил. Это поможет ей навести порядок в шкафчике. Вау, у нее столько всего. Совсем другое дело. Теперь надо заняться Шерил. Ю-ху! Ты... Ты ангел? О, это всего лишь ты, Луна. Я убралась в твоем шкафчике. Теперь там все на своих местах. Ух ты! Так аккуратно! Глазам не верю. Спасибо, ты супер! Всегда, пожалуйста, отпусти меня. Мне больно. Конечно, подруга. Возьму учебники для урока. Упс, притворись, что ты ничего не видела.